Обличение в желучении сектантов, покальниву, о покаянии. Но если человек простит грех другому человеку, то это еще не значит, что этот грех ему и Бог уже простил. Иначе для чего бы тогда Христос давал право прощать людские грехи апостолам? Каждый и без апостолов прощал бы их друг другу. Простивший грех другому только получает сам право и надежно на прощение своих грехов от Бога. Если, например, ворожь простит человек, потерпевший от него, то разве грех ворожства уже и Бог ему простил? Если убийцы простят родные убитого, и даже суд его оправдает, то неужели его тяжкий грех прощен уже и Богом? Нет. Их грехи может смыть таинством покаяния только священнослужитель церкви. Даже если бы не простили его, ни люди, ни суд. Это у нас есть грехи против Бога, а не только против людей. Например, безбожие, кощунство, богохольство, ересь. Разве такие грехи могут быть прощены людьми, если они их не касаются? Итак, всякий грех до тех пор остается на человеке, пока сам Бог через поставленных им пастырей церкви не омоет его в установленном таинстве покаяния. Ибо кроме суда людского есть еще суд Божий. Нужно каяться не перед священниками, а пред всем обществом верующих, пред всей церковью. «Скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Матфея 18, 17. Слова скажет церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь, совсем не говорят о том, что все слены церкви имеют право отпускать или оставлять людям грехи. В приведенных словах говорится только о том, что непослушной церкви все равно, что язычник и мытарь, с которыми мы не должны иметь никакого общения, как об этом учит и апостол Павел. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, знаешь, что такое развратился, и грешит в будущее самоосужден». Титул 3, 10. И первое Коринфянам 5, 11. Дальнейшие же слова Спасителя относятся не ко всей церкви, а только к одним апостолам. «Истинно говорю вам, а не всем членам церкви, что вы, то есть апостолы, а не все члены церкви, свяжете на земле, то будет связано на небе». И так далее. «Никогда и нигде Христос не давал право всем верующим отпускать или оставлять людям грехи. Это право Он дал одним только апостолам, Иоанна 20, 23, а они своим преемникам. Апостолы прощали грехи грешникам или оставляли на них только согласие общества верующих. Так, например, отлучая коринфского кровосместника, апостол Павел пишет в коринфской общине «Извергните развращенного из середы вашей, первое Коринфянам 5, 13. Принимая же его обратно в коринфскую церковь, пишет коринфянам такую просьбу о нем. Для такого довольна сего наказание от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить. Дабы таковой не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. А кого вы прощаете, того и я». Второе Коринфянам 2, 5, 10. Из приведенных слов апостола Павла вовсе не видно, чтобы коринфская община не имела право сама простить тяжкий грех коринфского кровосместника. Она только отлучила его от себя, и то лишь после грозного ей об этом приказания самого апостола. «Сказав о появлении в коринфской общине кровосместника, апостол Павел пишет ей, и вы разгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы был изъят из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силу Господа нашего Иисуса Христа, придать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. «Я писал вам в послании, не сообщайте с блудниками». «Итак, извергните развращенного из среды вас». 1 Коринфянам, 5 глава. «Кто же решил отлучить кровосместника? Не в коринфяне, они даже вас гордились таким грехом, вместо того, чтобы плакать. Решил сделать это апостол Павел. Я уже решил, пишет он коринфянам, предать его сатане и приказывает им принести в исполнение его решения. Получив такое приказание, выговор от апостола, возгордившись и было коринфяне, смирились и отлучили от себя кровосместника. А когда он покоился, апостол снова пишет о нем коринфянам и велит принять его в общество верующих. Апостол сам мог это сделать без коринфян, но он желал, чтобы вся их община выразила любовь покаявшемуся грешнику. И потому прошу вас оказать ему любовь. А главное, апостол хотел испытать послушание коринфянам. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. 2 Коринфянам 2.8 Что просто Павел умел власть сам простить кровосместника и без согласия коринфян, это видно из дальнейших слов апостола. Ибо и я, если он простил кого, то простил для вас от лица Христова. 10.10 Видно это из того, что апостол Павел сам лично, без согласия христианской общине, предал сатане именее Александра, чтобы они научились не богохульствовать. 1 Тимофея 1.20 И видим, наконец, из книги Деяния, где говорится, что многие из уверовавших приходили к апостолу Павлу, исповедуя и открывая дела свои. Деяние 19.18 А чтобы община, а не пастыри церкви, имела право принимать грешных на исповедь, прощать или оставлять их грехи, об этом Священное Писание нигде не учит. Это одна лишь выдумка. Без пасторных сектантов Покаянием нужно очищать только непроизвольные грехи и только рассовершенные, ибо сказано, невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и сделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благаго глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Евреям 6.4.6 Слово «невозможно» относится к человеку, совсем и навсегда погрязшему в грехах, а не к Богу, которому все возможно. Матфея 19.26, Марка 14.36 И Который не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. 2 Сарс 14.14 В руках Господа не сократилось на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжалело для того, чтобы слышать. Исаи 59.1 И Христос пришел призвать неправедников, а грешников к покаянию. Матфея 9.13 Чтобы взыскать и спасти погибшее. Матфея 18.11 Приведенные слова апостола Павла из его послания к евреям 6.4 Нужно понимать так. Людей, которые просвещены были святым крещением, вкусили дары небесного, то есть тела и крови Христовой. Сделались причастниками Духа Святого в таинстве святого миропомазания. Познали истинное учение святого Евангелия. Людей, которые уже близки были к Царству Божию. Уже предвкушали духовно блаженную вечную жизнь. И которые, несмотря на все это, отпали от Христа. И даже ругаются Ему. Невозможно обновлять покаянием. Они уже ни на что, ни за что не раскаются, ибо не захотят. Они погибли для Царства Божия. Грех так уже их пленил, так овладел ими, что они потеряли способность к покаянию. Они, как дьявол, сознательно противятся Богу, и даже если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Лука 16, 31. Что касается того утверждения сектантов, что каяться в грехе мы уже только один раз, то им нужно помнить слова апостола Якова. «Все мы много согрешаем», 3-2. «А если много раз согрешаем, то много раз должны и каяться тому, кто и люди не лег прощать друг друга даже не до семи, но до седми, до семидесяти раз». Макфея 18, 22. «Милосердие Божие неизмеримо. Оно больше всех наших и всего мира грехов, которые, как бы ни были часты, вследствие испорченные Адамовым грехом нашей природы, при искреннем нашем покаянии все простятся. «Если бы он грехи ваши, как баграны, как снег убелю, если бы он красный, как пурпур, как волну убелю»» Исайя 1, 18. «Не простится по слову Христа и его святого апостола один лишь грех человека. Это грех хулана Духа Святого. Такой грех не простится ему ни в семь веке, ни в будущем». Макфея 12, 31. «Ибо это такое состояние человека, когда он произвольно грешит до самой смерти и умирает ожесточенным врагом Божиим, не признавая ни Бога, ни его законов, попирая полученную им в таинствах святых благодать Святого Духа». О таком человеке говорит апостол Иоанн. «И молиться бесполезно». Иоанн 5, 16. «Иствовать у православных недействительно, ибо их пастыри отпускают грехи за деньги, которые им дают исповедующиеся. А Христос сказал, «Даром получили, даром и давайте». Макфея 10, 8. Слова Христа «даром получили, даром и давайте» относятся не к иствоведе. Даже не к таинствам вообще, которых во время произнесения этих слов еще и не было, а относятся к дару чудотворения, что видно из предшествующих слов Спасителя, посылающего своих учеников на проповедь. «Больных исцеляйте», — говорит он им, «прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили власть все это творить, даром и давайте. То есть не берите платы за все эти великие чудеса. Не за отпущение грехов берут пастыри копеечную плату, но за труд свой. А труд этот велик и тяжел. Пастырь, исповедая многочисленных грешников, не только изнуряется телом, но много страдает и душой за своих посомых. Слушая об ее грехах, он часто переживает все их духовное горе, все их беды и несчастья. Всякий честный труд, следовательный труд исповедующего пастыря, заслуживает внимания и вознаграждения, ибо говорит Христос, трудящийся достойно грады за труды свои». Лука 10. Заметим, что сектантские уважайки, не имея права священодействовать, получают, однако, за незаконные труды свои не только плату, но и жалования своих общин. «Зачем еще придумали ваши священники и эпидемии для кающихся? Господь сразу прощает всех, обращающихся к нему с покаянием. Приходящего ко мне, сказал он, «Не изгоню вон!» Иоанна 6, 37. «А у вас проявляется лишняя жестокость кающимся». Эпидемия существует в церкви со временем святых апостолов. И она не наказание, а духовное врачество, необходимое для окончательного исправления грешника, требуемое иногда и самими искренно кающимися. Так блудный сын возвращается к отцу своему в искреннем раскаянии, просит его, «Я согрешил пред небом и пред тобой, и уже не достойно называться сыном твоим, применив в число наемников твоих». Лука 15, 18. «И зачем, мутарь, осознав всю тяжесть греха своего корыстолюбия, говорит спасителю Господи, «Половину я моего я отдам нищим, если кого обидел, воздам четверо». Лука 19, 8. «Сам Спаситель дал право святым апостолам не только разрешать, но и связывать грешников. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе». Макфея 18, 18. «На ком оставите грехи, на том останутся». Лука 20, 23. «И мы видим, что святые апостолы сами употребляли эпитемии для исправления грешников». Так, например, апостол Павел предал сатане и именение Александра, чтобы они научились не богохульствовать. 1 Тимофея 1, 20. «Он же сперва отлучил коринского кровосместника и предал сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. А потом принял его в общество верующих». 1 Коринфянам 5, 2 Коринфянам 2, 8. «И пастырем церкви необходимо для исправления грешников прибегать в нужных случаях к эпитемии как к духовному врачевству». Помню слова апостола Иуды. «К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте». Стихи 22, 23. «Творение Златоустца. Толкование второго послания к коринфянам». Том 10, страница 605. «Кем и когда установлено священное таинство покаяния или исповедь?» «Еще задолго до своих страданий Христос обещал сперва апостолу Петру, Матфея 16, 19. «Потом и всем апостолам дать власть прощать или оставлять на людях их грехи, когда сказал, «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Матфея 18, 19. «А я вспомнил Христос свое обещание после славного воскресения своего, когда явившись своим ученикам, сказал им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна 20, 23. «Святые апостолы передали власть сюда над грешными людьми, рукоположным своим преемником, епископом церкви». 1 Тимофея 5, 19. «Дающим это божественное право через святительское рукоположение и пресвятерам ее». «Откуда видно, что покаяние должно совершать предпастырями церкви, хотя бы они и были грешные люди?» Это видно из того, что Спаситель дал право прощать людям грехи апостолам, которые не считали себя безгрешными, а говорили о себе так, «Все мы много согрешаем». Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя истинно, нет в нас. Число апостолов, получивших власть прощать грехи людям, был апостол Петр, трижды отрекшись от Христа. Епископы и пресители церкви, конечно, тоже люди грешные, но им дано такое великое право, какого не имеют не только мирянин, но даже и ангелы. «Ибо никому из ангелов не сказал Бог, кому простите, тому простится». Ибо один Бог без греха. Откровение 15.4, Евреям 4.15. «Приступая к исповеди, мы должны не чужие грехи считать, а свои, и смотреть не на достоинства или недостатки пастырей, а на священный их сан, который дан им от Бога через святительское рукоположение преемственно от апостолов, и вместе с данной им властью прощать людям грехи. За свои грехи пастыри сами ответят. Людям же нужно помнить, что пастыри отпускают им грехи не своей властью, а власть, данной им от Бога в таинстве священства, и что сокровище сияние носят в глиняных сосудах, чтобы преизбуточствующая сила была приписываемая Богу, а не им. 2 Коринфянам 4,7 Златовнуста Освященцы 3,4,17 Том 1 Какие грехи могут быть прощены на исповеди, а какие нет? Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духово Святого не простится человеком. Матфея 12,31 Также 1 Иоанна 5,16 Грех к смерти Когда снова распинает в себе Сына Божия, Евреям 6,4 Евреям 10,26 Грех к смерти Сколько раз могут быть прощаемы грехи человеку? Бесконечное свесло раз, как бесконечное милосердие Божие. Христос пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Матфея 9,13 А так, как люди, испорченные первородным грехом, постоянно грешат, то постоянно должны прибегать и к покаянию, с верой и надеждой получить прощение грехов от того, кто и люди велел прощать другим, не до семи, но до семи же семидесяти раз. Матфея 18,22 Кровь Иисуса Христа, пролитой на кресте за грехи всего мира, достаточная жертва Богу за все наши грехи, как бы они часто не совершались, и как бы ни были велики, лишь бы мы искренне каялись в них Богу и старались по мере сил отстать от них, лишь бы не переставали бороться с ними. При словесной исповеди какие еще нужны условия для прощения грехов грешнику? Нужны искренние раскаяния о своих грехах и сердечная печаль об оскорблении ими так много любящего нас Бога, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. 2 Коринфянам 7,10 Необходимы пост и усилены молитвы к Богу о прощении грехов, ибо дьявол, возбуждающий человек и греху ищущий, и как бы погубить его, и изгоняется только молитвой и постом. Матфея 17,21 Еще говорит Господь, обратитесь ко мне в посте плачи и рыдания. Иояиля 2,12 Ну, выпрямитесь со всеми теми, кому мы питаем вражду, или кого обидели, ибо мы сами же молимся Отцу Небесному, прости нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим. И Спаситель сказал, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит согрешений ваших. Матфея 6,14 Должен загладить грехи свои делами любви, милости и благотворения несчастным братьям нашим. Блаженны и милостивы, сказал Христос, ибо они помилованы будут. Матфея 5,7 Милосердием и правдой очищается грех. Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4,8 Нужно дать твердое обещание изменить порочную свою жизнь на Богу угодную и постараться до исповеди исполнить это обещание. Что вы говорите, Спаситель, зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Блка 4,46 Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего, Него Небесного. Матфея 7,21 Нужна, наконец, твердая вера в великую искупительную жертву Христа, взявшую на себя грехи всего мира. Иоанн 1,29 Вера в ту истину, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. 1 Иоанн 1,7 Нужна вера и в то, что Христос дал навсегда законным пастырем, основанным в Церкви, великую власть, прощать грехи или оставлять их на людях, когда сказал им в лице апостолов «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна 20,23 Нужна твердая, непоколебимая во все это вера, «Ибо человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Один апостол Яков еще так говорит, «Да не должен ли такой человек получить что-нибудь от Господа?» Вот при каких условиях грешник может получить на исповеди перед законным пастырем прощение грехов своих. О божественном усновлении таинства святого покаяния свидетельствуют многие отцы и учители Церкви первых и последующих ее веков, святые вселенские и поместные соборы. Так, например, религию мучит. «Есть еще отпущение грехов, хотя тяжкое и трудное через покаяние, когда грешник обывает слезами ложа свое» Салом 6,7 «И бывают ему слезы хлебом день и ночь» Салом 41,4 «И когда он не следится открыть свой грех предсвященникам Господним и просить у него врачевства» Ориген, толкование на книгу Леви, глава 2, пункт 4 Епископ Сильвестр, том 5, страница 17 Ситой Киприан, епископ Карфагенский, пишет «Пусть каждый исповедует свой грех, пока согрешивший находится еще в этом мире, пока исповедь его еще может быть принята когда удовлетворение отпущения припоследствии священников угодно Господу» Киприан, книга о падших, библиотека творения святых отцов, страница 169 В правилах апостольских говорится, если кто, епископ или пересвитер, обращающегося от греха не принимает, но отвергает, да будет извержено священного сана, ибо опечаливает Христа, сказавшего, радость бывает на небе об одном грешнике кающемся. В правилах апостольских, 52-е О таинстве покаяния еще учили Фермилиан, епископ Кесарик Аппадокийский, 233-й год, святой Лев, епископ Римский, святой Кирилл, епископ Александрийский, святой Василий, святой Афанасий Великий, святой Григорий Ницкий, блаженный Августин, святой Анзо Талус и многие другие. Из них приведем свидетельство о таинстве покаяния некоторых. Святой Афанасий учит, как человек, крещаемый от священника, просвещается благодатью Духа Святого, так и исповедующий в покаянии грехи свои, приемлет отпущение их через священника благодатью Иисуса Христа. Том 5, страница 26. Святой Анзо Талус ищет о таинстве покаяния, совершаемого священниками. Они поставлены распоряжаться небесным и получили власть, которой не дал Бог ни ангелам, ни архангелам. Либо не им сказано, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Земные властители имеют власть связывать, на только тело, а эти узы связывают самую душу и проникают в небеса. Что священники совершают на земле, то Бог довершает на небе. И мнение рабов утверждает владыка. Какая власть может быть больше этой? Отец в суд весь отдал сыну. Иоанна 5.22. А я вижу, что сын весь этот суд вручил священникам. Створение Златоуста о священстве. Слово 3.5. Страница 4.17. Ситоиан Златоуста по поводу жалоб некоторых на продолжительность и суровость и питьями и пишет. Скажи мне, кто оказывает сострадание находящемуся в горячке или безумии? Тот ли, кто укладывает его в постель, связывает, удерживает от вредной для него пищи и питья? Или тот, кто позволяет ему напиться вина, оставляет его на воле, дозволяя делать все, что делает здоровое? Так поступай с согрешающими. Свяжи согрешившего, чтобы он не был еще более связан с гневом Божиим. Не почитай такого отношения с жестоким и бесчеловечным. Напротив, почитай делом крайней снисходительности, превосходного врачевания и попечительности. Ты скажешь, довольно уже времени терпели они кающееся наказание. А скажи, сколько? Год, два или три? Но я заботюсь не о продолжительности времени, а об исправлении души. Покажи же мне исправления. Если они пришли в сокрушение, если переменились, то все сделано. А если нет этого, то не поможет время. Творение Златоустова, толкование Второе Послание Коринфянам, в том, 10-й, страница 605-я. Святой Лев Великий учит. Многоразличное милосердие Божие до того снисходит к падениям человеческим, что не только через благодать крещений, но и через врачевство покаяния восстановляется им надежда жизни вечной. И те, которые не соблюли дара возрождения, осуждая самих себя собственным приговором, достигают отпущения грехов, хотя по устроению божественной благодати не иначе могут удостоиться этой милости, как только по предстательству священников. Ходатая Бога и человека, в человек Господь Иисус Христос, даровал предстоятелям церкви власть, чтобы они преподавали освящение покаяния кающимся и через дверь примирения допускали их очищенных спасительным удовлетворением к приобщению святых тайн. Но в этом деле непристально участвует сам Спаситель. Том 5, страница 28-я. По таинству святого покаяния учили поместные вселенские соборы. Первый, Шестой и Седьмой вселенские соборы. Поместные, Анкирский, 6-22. Ладикейский, правило 9-й. Первый, Никейского, правило 12-й и другие. Из них, например, Шестой вселенский собор постановил. Приявшие от Бога власть, решите и ввязайте, должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего к обращению, и тако употребляйте приличное недугу врачевания, дабы не соблюдая меры в том или другом, не утратите спасение недугающего. Собор, Святой вселенский, правило 12-е. Вывод из всего изложенного в Святом Таинстве покаяния следующий. Все сектанты, отвергающие даже в извращенном смысле, признающие его, не могут иметь у себя этого спасительного от грехов средства, ибо не имеют законно уркоположенных пастырей. Через апостольское рукоположение получивших от Христа великую власть прощать людям или оставлять на них грехи их. Со всеми многофитами за всю жизнь совершенными грехами они умрут, и с ними же предстанут на страшный суд Христов. Предстанут и будут перед Господом безответными, так как сами в упор по упорству своему не пожелали воспользоваться врачевством, данным для всех грешников самим Христом, Сыном Божиим, приобретшим его для людей на кресте своей причистой кровью. Спеши же, грешные христиане, спеши к исповеди перед законным пастырем Церкви, чтобы очистить себя от грехов своих для Царства Божия, ибо не войдет в него ничто нечистое. Откровение 21.27 Откроет перед служителем отаря Господня всю душу свою со всеми ее греховными делами и нечистыми помыслами. Помни слова Священного Писания, скрывающие свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Величе Соломона, 28.13 Не забывай, что все, что откроешь на исповеди здесь, на земле, будет закрыто там, на небе. И что скроешь здесь, на земле, то откроется как преступление там, на небе. В день страшного суда Христова над всем миром и тобой. Сегодняшних священников, допускающих почти всех до причастия, Иоанн Златоуст предупреждает, соглашусь лучше тело мое отдать сам, нежели тело Господне дать недостойно причащающемуся. И всякий, кого допускает священник до причастия, не связывая и пятимеей, не наказывая, он не спасает. Согласно слову Златоуста, он погибает сам и губит причащающегося. О святом и лево освящении. Молен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавшие его елеем во имя Господне. И молитва верит средь болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Яков 5.14 И у него освящение есть такое таинство, в котором при помазании пресвитерами церкви елеем больного во имя Господне, и при их молитве о нем, подается больному по вере его и молящихся пресвитеров не только исцеление тела, но и прощение грехов. Священное употребление елея или масла было еще в Ветхом Завете. Елея тогда приносили не только в жертву Богу, Бытие 28.18, Исход 29.40, Левитам 24, Числам 28.12 и другие. И употребляли для освящения принадлежности храма и богослужения, Исход 30.23.29, 49.11, но и для освящения Богом людей, которым через Елея по Мазане подавалась власть царская, 1 царс 15.1.16.1, 3 царс 1.34.19.15, 4 царс 9.1.6, право священства, Исход 29.7.30.30, Левитам 16.32, и дар пророчества, 3 царс 19.16. В новом завете Елея употребляется святыми апостолами для исцеления больных еще до страданий Спасителя. Святые апостолы, будучи постанно Христом на проповедь и получив власть больных исцелять и даже мертвых воскрешать, Матфея 10.8, пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Марком 6.12. А теперь Христос уже в постуславном воскресении Своего, когда в течение 40 дней являлся ученикам Своим, учая их о Царстве Божием, установил для исцеления больных и получения ими прощения грехов особое таинство Святого Иллео Священия, о котором, как об известном уже всем христианам, напоминает святой апостолу Яков, говоря, «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его Иллеем во имя Господня, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он, садя грехи, простятся ему». Яков 5.14 «Таким образом, в посиле своего действия таинство Иллео Священия является одним из важнейших таинств церкви, ибо в нем подается больному человеку не только исцеление его тела от болезни, но и души от ее грехов». «Мы не признаем таинство Иллео Священия, ибо подвелеем в словах апостола Иакова нужно разуметь духовный елей, то есть молитву о больных, а не масло. Почему за больных мы молимся, но маслом их не мажем?» что в словах апостола Иакова под Иллеем должно разуметь молитву, а не масло. Это чистейшая выдумка, ничем не подтверждаемая. Ибо в Священописании нигде молитва не называется Иллеем. Сам апостол Иаков отвечает «Помазание Иллеем от молитв Пресвитеров, что ясно видно из слов его. Пусть помолятся над ним». Это одно действие Пресвитеров. «Помазав его Иллеем во имя Господне, это уже другое их действие». Если слово Иллее толковать в смысле молитвы, то получится полная бессмыслица. Пусть помолятся над ним, помолившись над ним. Понятно, почему отвергают сектанты Иллея помазания. Потому что его должны совершать пресвитеры церкви, которых у них нет и по названию. Мы не признаем Иллеосмещение и помазание больных Иллеем, хотя о них молимся. Мы признаем потому, что под словами Иллей нужно разуметь учение или слово Божие. Несостоятельность этого учения баптистов об Иллеосмещении такая же, как и предыдущего о нем учения. Ибо нигде учение или слово Божие не называется в Писании Иллеем. Затем, если под Иллеем разуметь учение, как мудрствуют баптисты, то опять выйдет бессмыслица, выйдет, что в учении или слове Божие нуждаются только больные, а здоровым людям оно совсем не нужно, с чем и сами сектанты не согласятся. Мы не признаем Иллеосвещение за таинство, ибо нет прямого указания в Писании, что сам Христос его установил. Довольно того, что есть прямое указание на это таинство у святого апостола Христова. «Кто не верит апостолам, тот не верит и Христу». И во все учения апостолов было проповедовано ими по внушению Духа Святого, что видно из слов самого Христа. «Когда же приедет Он, Дух истины, то он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам». Ян 16, 13. «Служащий вас меня слушает и отвергающий вас меня отвергается». Лука 10, 16. Сказал Христос святым апостолам. «Сектанты, отвергая учения апостола Якова о таинстве святого Елео освящения, отвергаются самого Христа». «Почему у вас, у православных, не все больные прибегают келево освящению?» «Одни поневерят, другие понероденье к своему спасению, а третьи в надежде выздороветь и очистить себя от грехов другими Богом дарованными таинствами Святой Церкви, святым покаянием, святым причащением. Но если последние до некоторой степени извинительны, то первые и вторые без сомнения осуждаются Церкви, как неверные и теплохладные вере сыны ее». «Если ерево священие установлено самим Христом, то почему не все, над кем оно совершено, выздоравливают, а часто умирают после него? Во-первых, потому что не имеет достаточно сильной веры в это спасительное таинство, в котором молитва веры исцелит болящего. Ибо Христос сказал, «Поверю ваше, да будет вам». Во-вторых, что самое главное, так Богу угодно. А одних раньше, других позже призвать к себе из этого мира. Для верующего христианина в таинстве или освящении важно не столько выздоровление от болезни, сколько ощущение, быть может, перед самой смертью от всех грехов своих. Если на таинство или освящение смотреть так, что верующий больной всякий раз после или освящения непременно должен выздороветь, то нужно прийти к тому нелепому выводу, что человек мог бы жить на земле вечно, лишь бы прибегать к святому или освящению. В словах апостола Якова о помоззании елеем больного и молитве над ним при святеров нужно разуметь совет, а не заповедь. Кто из больных хочет, тех пусть при святере мажут елеем, а для нежелающих этого достаточно и одной молитвы. Такое блусмысленное постановление о беле освящении сделали баптисты на конференции съезде, бывшей в немецкой колонии Рикина в Таврической губернии в 1882 году. В протокол этой конференции сказано, конференция представляет каждой общине поступать так, как будет желательно больному. С елеем помозанием и молитвой призывать Господа или только с одной молитвой без елеем помозания. Ложь этого учения сектантов об елеем освящения для всех очевидна. Апостол Яков не улучшит, чтобы над больным пресситер церкви только молились и не помазывая его елеем. Или чтобы от больного зависело совершать над ним помазание елеем или нет. А учит вот как. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресситера в церкви и пусть помолится над ним помазавший его елеем во имя Господне. Как произнесение слов примите и едите и так далее без хлеба вина не составляет таинства причащения. А одни слова крещается раб Божий во имя Отца и Сына Святого Духа без погружения в воду не в составе таинства Святого Крещения. Так и одна молитва пресситера в церкви над больным без помазания его елеем не составит таинства или освящения спасительного для тела и души больного. Это прекрасно понимают и сами сектанты. Почему часто и скворят между собой о необходимости или освящения с помазанием больного маслом, но им теперь стыдно завести у себя подобие того таинства, которое они вопреки ясному в учении Слова Божия так долго до сих пор отвергали. Если никогда не сектанты считают слова апостола Якова были о помазании за совет, то почему же не следует хотя бы и совет апостола Христова? Очевидно, потому что считают эту цель для себя лишним, ставят свое мнение выше учения святого апостола. Не слушая слов апостола Якова об или освящения, сектанты напрасно называют себя евангельскими христианами и последователями Христа. Ибо повторяем Спаситель сам сказал святым апостолам Слушающий вас меня слушает и отвергающий вас меня отвергается Лука 10 16 Пояснение Это написано было в 1914 году Спустя 70 лет в 1984 году духовные наследники этих заблуждений баптисты пятидесятники адвентисты уже пришли к признанию о необходимости помазания маслом но они не знают какое взять масло какие части тела мазать больные или же только чело голову и какой знак делать поэтому здесь сколько голов столько и методов кем и когда установлено таинство священного еревосвящения еще первый раз посылаю на пропасть святых апостолов Христос дал им повеление больных исцелять мертвых воскрешать прокаженных очищать и бесов изгонять и апостолы сказанной в Евангелии пошли и проповедовали покаяние и изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли Марка 6 12 установил же Христос или освящение как таинство очевидно уже после славного воскресения своего когда устроил церковь свою в продолжении сорока дней являясь им и говоря царствии Божьем деяние 1.3 вот почему апостол Яков говорит об Евангелии освящении как таинстве всем христианам уже известным когда учит их болен ли кто из вас пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним помазавший его елеем во имя Господне и молитва веры средь болящего и восставит его Господь если он сделал грехи простятся ему Яков 5.14 откуда видно что у ярева помазания есть святое таинство а не простое помазание маслом больного это видно из того что обыкновенное помазание маслом больного мог бы сделать всякий человек особенно врач а святой апостол удивит призвать ему пресвитера в церкви которые должны мазать больного во имя Господне как и крещение они должны совершать во имя Отца и Сына и Святого Духа а особенно же видно это из дальнейших слов апостола Якова и молитва веры и слит болящего и восставит его Господь и если он садял грехи простятся ему от простого врачебного помазания или больной может иногда получить только выздоровление но не прощение грехов для почему установлено таинство Святого Елеосвящения для исцеления больных от недугов тела или отпущения их грехов как это ясно видно из приведенных слов апостола Якова над кем следовательно должен совершать Святого Елеосвящения над всеми больными а не только над умирающими как ложно учат об этом например католики называя Святое Елеосвящение последним напутствующим умирающих царинством ибо не говорит же апостол если кто умирает из вас и так далее говорит болен ли кто из вас кто имеет право совершать Святой Елеосвящение законно рукоположенные епископы и пресвитеры церкви как служители Христовы и домостроители тайн Божиих 1 Коринфян 4.1 поставлены для этого самим Христом в основанной им церкви через преемственно идущие от апостолов рукоположение Ефесянам 4.11.13 У католиков это таинство совершает одни только епископы но и это они делают вопреки Слову Божию что ясно видно из слов апостола Якова пусть призовет говорит он о больном пресвитера в церкви объявляя освящение как святом таинстве врачующим и тело и душу больного христианина учили отцы и учители церкви первых ее веков Ориген говоря о таинствах покаяния и Илья о освящении пишет есть еще и седьмой род отпущение грехов через покаяние способ трудный и тяжкий когда грешник омывает ложе своей слезами и слезы делается для него хлебом день и ночь и когда он не стыдится открыть свой грех священнику Божию и просить у него врачевства причем исполняется и то что сказал апостол Яков болен ли кто из вас пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним помазавший вы Елеем во имя Господне и молитва веры исцелить болящего и восставить его Господь если он соделал грехи простятся ему том 5 страница 55 святой Иоанн Златолус говорит о священнослужителях церкви они не только возрождают нас крещением но имеют власть разрешать и от последующих грехов как сказано болен ли кто из вас пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ним помазавший его елеем во имя Господне и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь и если он соделал грехи простятся ему Златолуст цем 1 страница 419 Папа Иннокентий первый современник Златолуста решая вопрос кто может совершать таинство и лево освящение и над кем пишет нет сомнения что те слова апостола Якова надо разуметь в отношении к одним верующим больным которые могут быть помазуемы святым и левом помазания не подлежит та же сомнение что для епископа возможно совершать то что несомненно может совершать пресвитер а пресвитер у апостола сказано потому что епископы будучи удерживаемые с занятиями не ко всем больным могут ходить проходящим же церковное покаяние нельзя сообщать этого помазания потому что оно есть таинство 5 страница 59 сетонки александрийский обличая прибегавших во время болезней к помощи волшебств пишет не должно прибегать к всем ничтожим и злым врагам то есть демонам но если ты подвергнешься телесной болезни если веруешь в сие речения господь савалов и в другие божественные имена находящиеся в писании то они имеют силу прогнать от тебя зло что молись произнося сии слова при всем напомни тебе и то что говорит божественное писание больный кто из вас пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним помазавший его елеем во имя господня догматическое богословие тонн пятый страница шестидесятая кисарий орелатский шестой век учит всякий раз когда постигнет какая-либо болезнь пусть болящий примет тело и кровь христову и потом пусть совершит помазание тела своего чтобы исполнилось над ним написанное болен ли кто из вас и так далее видите братья кто в болезни прибежает к церкви тот удостаивается получить и здравие телесное и отпущение грехов православное догматическое богословие тонн пятый страница шестьдесят первая святой Симеон Солунский облетел заблуждение католиков о таинстве и левого освящения пишет о безумие брат божий говорит молитва веры спасет болящие воздвигнет его господь а латыня не говорят что он умрет что или он уже преподавает не тем которые могут восстать а умирающему человек не знаешь ты смысла таинств и к своему вреду заблуждаешься божий в 1638 голов Константинополь собор она всем отстывала отрицающих седьмиричное число таинств вообще и не признающих святого и левого освящения в частности все сектанты не имея законных пастырей церкви сами себя лишают возможности врачевать и тело и душу в великом таинстве святого и левого освящения но ты православный христианин благодаря милосердного Господа задаровано им духовное врачевство прибегай к нему во всякой твоей болезни помни слова святого апостола Иакова и молитва веры исцелит болящего если он садил грехи простятся ему Иаков 5.14 о необходимости внешнего богопоклонения или обряда высимолов христианских сам отошел от них на вержение камня и преклонив колено молился Лука 22 41 желаю чтобы на всяком месте произносили молитву мужи воздевая чистые руки без гнева и сомнения 1 Тимофея 2.8 Как связанная домашняя молитва христианина так и общественное богослужение христиан сопровождается обрядами и символами обрядами называются такие священные действия посредством которых во время молитвы и богослужения выражается известная истина вера христианской какое священное событие жизни Христа и его церкви и неизвестное настроение души молящегося христианина то же самое означает священные символы или знаки употребляемые христианами во время молитв и богослужения так например обряд троекратного погружения в воду крещаемого обозначает что он крестивший своими отца и сына и святого духа умер для греха и воскрес для обновленной жизни во Христе Иисусе Холосин 2.11 получив крещение прощение грехов Денин 2.38 белая одежда надеваемая на крещаемого словно символом то есть знаком чистоты его души омытой от грехов в крещении и записанной в книге жизни Откровение 3.5 7.9 кресты например знамени выражают величайшие истины христианской веры персты означают два перста бога человечества Иисуса Христа а три перста святую единосущную нераздельную троицу С совершением самого крестного знамени мы наглядно показываем что верим во Христа пострадавшего и распятого на кресте за грехи всего мира и за нас грешных Крест есть символ или знак победы Христа над дьяволом грехом и смертью знак нашего спасения знамения Сына человеческого Символ любви к распятому принадлежности человека-христианина к христианскому стаду колено преклонения и поклоны символы нашего смирения и покаяния перед Богом нет ни одной христианской и даже языческой веры последователей которой не имели бы у себя тех или иных священных обрядов и символов и сами сектанты отвергающие внешние православные обряды телесные богопоклонения по необходимости удержали некоторые общехристианские обряды произвели свои ими придуманные да это и понятно господь создал человека не только из души а и тела почему он должен проставлять творца своего не только душой но и телом если бы мы были бесплотные духи как ангелы то молились бы Богу только духом но будущее телесное должны молиться ему и телом создав человека из души и тела Господь так крепко соединил их вместе что только смерть человека разлучает их и то они навсегда ибо после всеобщего воскресения они снова соединятся и соединятся уже навеки для мук или для блаженства 1 Коринфян 15 соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое 2 Коринфян 5 10 душа и тело человека так тесно соединены что всякое движение души человеческой выражается или обнаруживается телом счастливый человек радует смеется несчастный печаренный льет слезы от страха часто люди в одну минуту сидеют худеют и заболевают в большом горе человек стонет ломает руки болеет иногда и умирает то страдает душа но вместе с ней болеет и тело как и слово Божие замечает веселое сердце благотворное как врачи а умилый дух сушит кости притча Соломона 17 22 по лицу можно узнать человека и состояние его души об этом писании говорит сердце человека изменяет лицо его или на хорошее или на худое признак сердца счастья лица веселое хорошее хорошее Узнается человек, и по выражению лица при встрече познается разумный. Примудрость 19.26. Мудрость человека просветляет лицо, и суровость лица его изменяется. Экклесиаста 8.1. Испаситель говорит, от избытка сердца говорят уста. Матфея 12.34. На лицах тяжких преступников, например, разбойников и убийц, всегда отражается их преступная душа. Они носят на лице своем печать Каина, и носят до тех пор, пока не раскаются искренне, и не примирятся с Богом людьми и своей совестью. Каин еще только задумал убить своего брата, а уже злые его думы отразились на лице его. Об этом Писание так говорит. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Знамение это было то преступное выражение лица Каина, по которому всякий мог узнать в нем первого брата-убийцу. И известно всем, что особый отпечаток лица замечается и у всех отступников от православной веры. Их хмурые, поникшие, мрачные лица, особенно при встрече с православными, показывают, что на душе у них неспокойно, что совесть по временам их мучит и облегчает за грех отступления Церкви Христовой. Выражение лиц их свидетельствует против них. Исайя Тридевич. Замечательно, что с возвращением в православие исчезает у сектантов их прежний мрачный взгляд. Очевидно, примиренная с Богом совесть успокаивает их душу и уничтожает на их лицах печать Каина. Итак, и Слово Божие, и сама жизнь нас учит, что душа и тело человека так крепко, так тесно соединены, что всякое состояние или движение души выражается посредством тела. А что же такое молитва? Молитва и есть самое живое, самое сильное движение души человека к Богу, потому что она непременно должна совершаться с участием тела. А одна внутренняя молитва не есть настоящая молитва. Это, так сказать, половина молитвы. И искренняя и горячая молитва христианина должна выражаться и посредством тела, то есть посредством известных молитвенных действий и знаков, то есть обрядов и символов. В молитве должна участвовать не одна лишь душа, но и тело человека, которое есть храм Святого Духа, живущего в нем. 1 Коринфянам 6.15 Не нужно никакого внешнего Бога поклонения. Поклоняться Богу нужно только Духом, как и Спаситель учился в Марянку. Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет в Себе. Бог есть Дух, и поклоняться Ему должно в Духе и Истине. Иоанна 4.23.24 В приведенных сектантами словах Христос не только не отвергает внешнего Бога поклонения и священных обрядов, но совсем и не говорит о них, а говорит совершенно о другом. В нем можно убедиться, если рассмотреть всю беседу Христа с Самарянкой. Но прежде нужно выяснить, кто были Самаряне и каковы были отношения их к Иудеям. После смерти Соломона его царство разделилось на два царства, на иудейское, состоящее из колена Иудина Ивениаминова, и на израильское, состоящее из десяти прочих колен. Первым управлял Ралаам, сын Соломона, а вторым и Ралаам, сын Наватов, 3-е царство, 11-12 главы. Более, чтобы израильтяне, ходя постоянно в Иерусалим, для жертвоприношений в храме Господнем, не перешли на сторону царя Ралаама. И не Ралаам поставил двух идолов в своем царстве, одного в Иерусалиме, а другого в Дане. Построил капище на высотах, и вел народ израильский, выдало поклонство, так что он перестал посещать храм Иерусалимский, а при последующих нечестивых царях своих совсем забыл истинного Бога. За что Господь предал царство израильское в руки Салмонасар, царя Ассирийского, который разрушил столицу израильтян, Самария, не изложил царя их оси, а народ отвел в плен в Ассирию, оставив немного людей для возделания земли. На место уведенных в плен израильтян Салмонасар переселил людей из Бавилона и других языческих стран, которые поселились в Самарии и других городах, и смешались с оставшимися там израильтянами. По повелению Салмонасара, один из находившихся в плену священников, отправился в Ефиль и стал учить новых переселенцев, поселенцев в вере в истинного Бога. Образовался таким образом смешанный самарянский народ и по племени, и по вере. Самаряне чтили Господа и сделали себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаям народов, из которых выселили. Народы все не чтили Господа, но и истуканам своим служили. Четвертый ассар, 17-28. Для поклонения истинному Богу самаряне выстроили храм на горе Горизини, а истуканам поклонялись в капищах высот. За сто лет с небольшим до Рождества Христова Горизинский храм был разрушен Иоанном Герканом, но гора Горизин по-прежнему чтилась с самарянами как великое святение, как место поклонения Богу. Неудивительно, что иудеи, у которых во время пришествия Спасителя сохранялась истинная вера в Бога, бесконечно ненавидели самарян, как изменивших вере в своих отцов. По убеждению иудеев считалось грехом осквернением даже прикоснуться к самарянину. Почему Христос, решая вопрос, кто наш ближний, нарочно в известной притче указал иудеям, что и самарянин, которого они так сильно ненавидели, их брат, достойный ихнего внимания и любви. Вражда между иудеями и самарянами особенно усиливалось еще постоянными их спорами по вопросу о том, где истинное поклонение Богу. Самаряне утверждали, что у них храме на горе Горезине, а иудеи говорили, что у них в храме Русалинском. Яна 4.9. Теперь для нас станут понятны, как вся беседа Христа с самарянкой, так и слова, сказанные ей Христом. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в дочи и истине. Самарянка не поняла учения Христа о живой воде. Но все-таки, когда он коснулся подробностей ее жизни, она увидела в нем необыкновенного человека, прозорлица, пророка. Вижу, что ты пророк. И сразу обратилась к нему за разрешением того именно вопроса, который служил главным предметом раздора между самарянами и иудеями. А отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Таким образом, самарянка не об обрядах спрашивала Христа, а не об обрядах он отвечал ей. А отвечал на вопрос, где должно поклоняться, в храме Горизинском или Иерусалимском. На этот вопрос он ответил, что настало время, когда и не на Горизине, и не в Иерусалиме будут поклоняться, то есть, что поклонение Богу не связано только этими двумя местами, а будут храмы везде, где будут христианские народы. Затем Христос, как бы мимоходом, решает вопрос, где в его время истинное поклонение или право и вера. Вы не знаете, чему кланяетесь, говорит он самарянке, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. То есть, этими словами, Христос указывает на заблуждение в вере самарян, которое, как мы уже видели выше, и господа чтили, и в храме Горизинском, и служили идолам в капищах высот. Наконец, Христос говорит о том, что и иудейское ветхозаветнее поклонение Богу несовершенное, недостаточное, что в новом завете поклонение Богу будет иное, более совершенное, чем было до сих пор, даже у иудеев в храме Иерусалимском. «Но настанет время и настало уже», говорит он, «когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Стих 23. Творение Златоуста, том 8, страница 214. Что же означают последние слова Спасителя? Неужели до времени Христа у верующих людей поклонение Богу было не духовное и не истинное? А разве святые правоцы, Ноя, Враам, Яков, Моисей, Давид, святые праведники, пророки Божии поклонялись Богу не духом, а только телом? И не истине, а в заблуждении? Конечно, нет. И они поклонялись Богу не только телом, но и душою. И они поклонялись Ему соответственно тому времени в истине. О том, что нужно поклоняться Богу в духе и истине, знали еще и ветхозаветные праведники. Так вот у пророка Исаия читаем, «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словами моими». 66.2. «Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом». 57.15. Пророк Иезекииль говорит, «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». 18.31. «Направь меня на истину, молится Целмопевец, и научи меня, ибо ты Бог спасения моего». Салом 24.5. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно». Псалом 85.11. «Близо Господь сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет». Псалом 33.19. «А разве не была в Духе Иисии, например, величественная и вдохновенная молитва Соломона после построения им храма Божия?» Третья царь, 8.25. «Или молитва Монассии, 2-я парлипоминута, 36-я глава. «Или моление Салмопевца, вызывавшего к Богу в чувстве глубокого покаяния, взывавшего, «Помой у меня, Боже, по великой милости Твоей, изгладь беззакония мои, и от греха моего очисти меня. Сердце чисто сотвори во мне, Божий Дух правый, одно и внутри меня. Жертву Богу Дух сокрушенный, Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже!» Солом 50. «А разве ветхозаветние праведики не истинному Богу поклонялись?» Конечно, да. Но почему же Христос говорит, что еще настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе? Почему он дали участь, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся должны поклоняться в Духе и Истине? Во-первых, потому что ветхозаветнее поклонение, в строгом смысле, не было вполне духовным. Оно не было духовным, так как состояло главным образом из кровавых жертв, немогущих сделать в совести совершенными, приносящего, и которые, с ясными питьями, различными молениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были до времени исправления, евреям 9.9. И было возможно, чтобы кровь сельцевых казнов уничтожила грехи 10.4. Ветхозаветные жертвы не ощущали душу от первородного греха, они ощущали только тело человека. Вообще весь ветхозаветний обрядовый закон, не исполнение которого влекло за собой даже наказание, смертью, Бытие 17.14, Исход 35.2 и другое. Починить человека каждой букве его не спасал человека, не соединял его с Богом. Но Господь есть Дух, а где Дух Господень, там и свобода. 2 Коринфянам 3.17 Почему Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа? Потому что буквы убивает, а Дух животворит. Стих 6. Мы не умершли для закона, которым были связаны. Мы освободились от Него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Римлянам 7.5. От этой буквы ветхого закона с его кровавыми жертвами мы освободились смертью Сына Божия, Спасителя мира. Кровавые жертвы только напоминали ветхозаветним людям о той великой жертве, которая должна некогда быть принесена за грехи всего мира, о жертве Мессии Христа, который к концу веков явился для уничтожения греха жертвы Своею. Евреям 9.26. У наших святых алтарей не льется уже кровь тельцов и козлов, а приносятся духовные жертвы истинного тела и истинной крови Христовой, освещающих не только тело, а и душу от всякого греха. Об этом новозаветне спасающие духовные жертвы и говорил Христос, когда учился Марианку, что настанет время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе, то есть учил, что вместо всевозможных обрядов, относящихся до плоти, а не до духа, вместо кровавых ветхозаветних жертв, которые никогда не могут истеребить грехов, Евреям 10.11, будут приноситься истинными поклонниками духовная жертва тела и крови Христовой, принимая которой они будут освещать свои грехи, Матфея 26.28, для вечной жизни со Христом, Иоанн 6.56. Ветхозаветное поклонение Богу не было в строгом смысле и истинным, ибо люди тогда еще не знали величайшее истинное христианство, троичность и лиц в Боге. Они поклонились только единому Богу, но не ведали ни Сына Божия, ни Духа Святого, которые открыли себя людям уже только в Новом Завете. Иоанн 1.14.18.1, Тимофея 3.16, Лука 3.21, Деяние 2.1. Не было ветхозаветнее поклонение истинному потому, что оно не спасало, не соединяло человека с Богом, выражаясь главным образом в кровавых жертвах, которые только прообразовательно указывали на великую истинную жертву, принесенную на Голгофе из-за грехи всего мира, когда освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа, евреям 10.10, прежнее установление, говорит святой Иоанн Заталус, будет только прообразы, ныне же все истина, том 8, страница 214, только кровь Христа, пролитая на кресте, явилась истинною, спасительною за нас жертвою, которая очищает нас от всякого греха, 1 Иоанн 1.7, ибо если кровь кельцов и козлов и пепель телится через окропление освящается скверненных, дабы чисто было тело, то кольни пачи кровь Христа, который духом святым принес в себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному, Евреям 9.13. Истинные поклонники это те, учит блаженный пеофилакт, которые будут совершать служение не образное, тенистое и указывающее собой на будущее, как иудеи, но служение истинное и не имеющее никаких теней, ибо таких поклонников ищет себе Бог, как дух духовных, как истина истинных. Сперва поклоняется в истине тот, кто участвует в жертве Христовой, кто принимает для прощения грехов и вечной жизни истинное тело и истинную кровь Христа. Иоанна 6.51.58, Матфея 26.26. И участвует в других спасительных таинствах церкви, подающих верующим благодать Святого Духа. Ветхозаветное поклонение Богу не было истинным и в том отношении, что при ежегодно приносимых за грехи жертвах люди, связанные с Ветхозаветним обрядовым законом, все-таки оставались во вражде с Богом, были чадами гнева, их поклонение Богу было рабское, чуждое спасающее благодать из Святого Духа. Но ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева, ибо мы примирились с Богом смертью сына Его. Риминам 5.9 Мы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым вызываем Алла Отче. Всей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники Христу. Риминам 8.15 Друзья Его Иоанн 15.14 Новозаветное поклонение и есть истинное, ибо в основе его лежит нерабский страх, основное дерзновение к Богу. 1 Иоанна 5.14 Дающему поклоняющимся ему благодать Святого Духа, очищающей и спасающей их от грехов, чего не давало людям Ветхозаветнее поклонение. Таким образом, когда Христос говорился Марянке, что истинные поклонники должны поклоняться Отцу в Духе и Истине, то он не об обрядах говорил с ней, не о том учил ее, что никаких обрядов не нужно, а говорил ей о том, что настало уже время нового завета в крови его. Лука 22.20 Когда Ветхий закон с его обрядами относящимися до плоти, с его кровавыми и действительными для спасения жертвами, потерял свое прежнее значение, что теперь истинные поклонники это те, кто веровал во Христа, поклоняется Отцу в Духе и Истине, то есть соединяется со Христом, принимая для отпущения грехов и вечной жизни духовную и истинную великую жертву, тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Короче сказать, не об обрядах говорил Христос с Самарянкой, а о святом таинстве причащения и других таинствах, в которых подается спасающая благодать Святого Духа. Не нужно никаких плотских обрядов, Дух животворит, плод не пользует немало, Иоанна 6, 63. Этими словами Христос не об обрядах учил, а о том, что плотское понимание о вкушении плоти и крови Его, какое было у слушателей Христа, учившего их о таинстве святого причащения, совершенно ложное. Они думали, что Христос простой человек и предлагает им для пищи простую плод свою. Христос и говорит, что обыкновенная плод не пользует немало. Слова продолжает Спаситель, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. То есть говорит, что учение Его о плоте нужно понимать духовно, именно в том смысле, что Он даст для вкушения иную, непростую плоть, что под видом хлеба и вина Он даст причистое тело и кровь свою для жизни вечной. Златоуст восьмой страница 310. Плодские обряды излишни, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как свет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Первое Петра 1. 1. 24. Для всякого понятно, что и здесь не об обрядах говорится, а о непрочности славы и благополучии человеческого на земле, которое пропадает тотчас со смертью человека, о чем учил и спаситель в притче о богатом человеке, думавшем об одном, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему безумный, синий мать душу твою возьмут у тебя, кого не достанется то, что ты заготовил. Лука 12.16 Апостол предупреждает, что живущие по плоти, то есть по обрядам, о плоском помышляют, а живущие по духу, то есть молящиеся духом о духовном, живущиеся по плоти Богу угодить не могут. Римлян 8.5.8 Не сказано молящиеся, по плоти или плоти, а сказано живущие по плоти, то есть по ее прихотям, по ее страстям. Вот обычно, как могут сектанты извращать священное писание. Обряда одно, а дела плоти совсем другое. Дела плоти учит апостол известна, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство и дослужение, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. предваряя вас, как и прежде предварял, что поступающее так, то есть живущее грехом по плоти, царствие Божие не наследуют. Галатам 5, 19. Телесные упражнения, то есть обряды, мало полезны, а благочестие на все полезное, имея обетование жизни, настоящий и будущий. 1 Тимофея 4, 8. Подтелесными упражнениями, разумеется, не обряды, а укрепление тела гимнастическими упражнениями, которое мало полезно, ибо укрепляя тело, имеют временное значение, а упражнения в благочестии, то есть в духовных подвигах, имеют награду в будущей жизни. Для чего спросишь, что уча святой Анатолу, вспоминает он апостол здесь о телесном гимнастическом упражнении, для того, чтобы через сравнение показать превосходство духовных подвигов в благочестии, потому что первое телесное упражнение, будучи соединенное с большими трудами, не приносит ни пользы и ничего такого, о чем стоило бы говорить, а последнее духовные подвиги приносят неизменную и обильную пользу. Иоанн Заталу с толкованием на первой Тимофею, страница 702. Если, не понимая Писания, секанты под телесным упражнением разумеют обряды, то и тогда они, в общем-то, не должны отрицать их, ибо и телесные упражнения, хотя и мало, а все же полезно, не говори, что бесполезно. Не нужно плотских обрядов, потому что обрезание, мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, и не наплод надеющиеся селепийцем 3.3. Евреи надеялись, что они спасутся уже только потому одному, что происходит от Авраама и имеют на себе обрезание. Хваляясь этим, они требовали отступивших в церковь язычесников, чтобы и они обрезывались, если хотят спастись. Апостол и предупреждает селепийцев, когда пишет им, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Иисусом Христом, а не на плоть, то есть не на обрезание надеющиеся. Филипписам 3.2. Вот о чем учил апостол филиппийцев. А не они, нужности обрядов, о которых он здесь не упоминает. Мы должны не телом молиться, а только душою. Всякую молитву, говорит апостол, и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых. Эфисянам 6.18. Молитва Духом не исключает, а предполагает участие в ней тела для прославления Бога, что ясно видно из примеров святых апостолов и самого Иисуса Христа, молившихся не только Духом, но и телом, о чем будет сказано ниже. Мы признаем обряды, но только те, которые употребляли Христос и апостолы и о которых упоминается в Новом Завете, а именно колено преклонений и воздеяния рук. Это неправда. Сектанты и некоторые обряды, употреблявшиеся во время молитвы Христом и апостолами, отвергли, а другие, которых нет упоминания, в Писании выдумали сами, подтверждая эту истину, что без обрядов немыслима никакая религия. Так, сектанты отвергли благословение руками в Укар 24.50 Марка 10.16 Поклоны во время молитвы Матфея 26.39 Употребление при богослужении святейников Деяния 28 Употребление фимиама Филиппийцам 4.18 Откровение 8.3 Отвергли вместе с Таинством обряд Илевого освящения Яков 5.14 И установили самим Христом перед Тайной вечерью обряд оновления ног Яна 13.4 Словом отвергли почти все христианские новозаветные обряды. Зато повыдумали новые свои и о каких писаниях помену нет. Например, обряд совершаемый при крещении, когда крещаемого прокидывает назначь на спину в воду. Сложение на животе рук во время молитвы перед или после принятия пищи. Особый обряд брака, обряд наречения имени младенца, обряд обновления дома и другие. Таким образом, говорят, что никаких обрядов не нужно, что нужно молиться только духом. Сектанты, отвернув обряды православной церкви, ведущие свое начало от самих святых апостолов, завели у себя свои ими самими выдуманные обряды, чем сами поставили себя в противоречие, оправдав на себе слова апостола Павла о подобных им отступниках от веры, которые уклонились в пустословие, желали быть законно учителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, о чем утверждают. 1 Тимофия 1.6 В православной церкви есть много таких обрядов, о которых в Писании не говорится ни слова. Совершенно верно. Но многие обряды церковь содержат под преданием апостольском. Кроме того, если святая церковь имеет власть отворять и затворять двери рая для людей Матфея 18-19 Иоанна 20-23, то тем более она имеет право вводить новые или отменять старые обряды, которые не составляют существа веры. Поэтому всякие противящиеся церкви из-за обрядов или отрицающие установленные церковью обряды являются непослушными ее сыном, о котором сказал Христос, если церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь. Матфея 18-17 Совершенно неосновательно сектанты ссылаются на священное писание, говоря, что ничего кроме Библии не признаем, ведь и канун Библии установлен святою православной церковью. Доверяясь тому, что святые мужи правильно избрали канун из множества подельных Евангелий и оставили только четыре, они совершенно безосновательно отвергают толкование святых отцов, правила святых соборов, и это является самым настоящим богохульством на словах Христа, который сказал, «Сея с вами во все дни до скончания века». Сектанты же утверждают своими делами, поступками, что Дух Святой был в церкви в первом веке с апостолами, а в продолжении остальных 15-19 веков его не было, а он появился только с возникновением их секты. Если же они скажут, что в те годы были святые мужи, поназвать никого не смогут, а если назовут, то мы сразу же покажем, что эти святые мужи были в церкви, признавали законно рукоположных пастырей, и верили так, как верят православные, но не как сектанты. Что такое священный обряд и священный символ? Священным обрядом называется такое священное действие и символом такой священный знак, посредством которых выражается известная истина веры, известное религиозное чувство, церковно-историческое событие или событие из жизни Иисуса Христа. Почему необходимы христианские обряды? Обряды необходимы, потому что без них немыслима никакая общественная молитва, и частная молитва без них неполна, несовершенна, так как человек должен молиться не только духом, но и телом, будут прославлять Бога телом и душою, будут обязательны для исполнения, будучи при общественном богослужении и принятии святых таинств, обряды крепче соединяет верующих в одну Божью семью, делая еще на земле всех равными перед Богом, богатого и бедного, вельможу и слугу, царя и раба. Для чего нужно молиться не только духом, но и телом? Так как люди не бесплодные духи, а состоят из души и тела, то они должны прославлять Бога и служить Ему в молитве и душой, и телом. И создал Господь человека из праха земного, вдумав в лесу его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Бытие 27. Душа и тело так крепко и соединены, что всякое движение души проявляется в теле. Молитва есть сильнейшее движение души к Богу, почему должна обнаруживаться и посредством тела, как и Спаситель говорит, от избытка сердца говорят уста. Матфея 12.34 Совершали Христос и святые апостолы обряды при молитве? Да, совершали. Колено преклонения, поклоны, благословения руками, руковозложения, воздеяния рук и другие. А колено преклонения читаем в Писании. Христос сказал ученикам в своем саду Ефсиманска молитесь, чтобы не впасть в искушение. Сам Аташ этот них на вержение камня и преклонил колено молился. Бука 22.41 Святой Стефан побиваемый камнями преклонив колено молился за своих убийц. Деяния 7.60 Молился колено преклоненный апостол Петр при воскрешении умершей девицы Тавифы. Петр выслал всех вон и преклонив колено помолился и обратившись к телу сказал Тавифа встань И она открыла глаза свои и увидевши Петра села Деяния 9.40 Молился милый раз колено преклоненный апостол Павел Так прощаясь в страде с учениками своими апостол преклонил колено свои со всеми и не помолился Деяния 20.36 О провожающих апостола Павла и Луку христианах читаем в книге Деяния Нас провожали все с женами и детьми даже за город А на берегу преклонившие колено помолились 21.5 В посольнике христианам говоря о молитве за них апостол Павел пишет Для сего преклоняю колено мои предотцом Господа нашего Иисуса Христа 3.14 Бог говорит о Христе апостол превознес его и дал ему имя выше всякого имени дабы перед именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных земных и преисподних Филиппийцам 2.9 О поклонах тоже говорится в Новозаветнем Писании так в Евангелии Матфея читаем что во время молитвы в саду Гессиманском Христос творил поклоны Отцу Небесному и отошет немного пал на лицо свое молился говоря Отче мой если возможно доминует меня чаша сия Матфея 26.39 после славного воскресения Христа когда жены мироносицы не найдя его в гробе пошли по повелению ангела возвестить об этом ученикам Иисус встретил их и сказал радуйтесь и они приступивши ухватились за ноги его и поклонились ему Матфея 28.9 даже когда возносился Христос на небо ученики его поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью Рука 24.52 О неверующем человеке апостол Павел говорит что когда он войдет в собрание христиан то он всеми обличается всеми судится и таким образом тайное сердце его обнаруживается и он падет ниц поклонится Богу и скажет истинно с вами Бог 1 Коринфян 14.24 Поклонение Богу существует и в церкви небесной тогда 24 старца падает перед сидящим на престоле и поклоняется живущему во веки веков Откровение 4.10 И 24 старца сидящие перед Богом на престолах своих пали на лица свои и поклонились Богу 11.6 Вот благословение руками читаем Евангелие когда привели ко Христу детей он обняв их возложил руки на них и благословил Марка 10.16 Перед Вознесением на небо Христос собрав своих учеников вывел их вон из города до Вифании и подняв руки свои благословил их и когда благословлял их стал отдаляться от них и возноситься на небо Рука 24.50 О возложении рук при неизведении даров Святого Духа накрещаемых впоследствии мера помазания и таинстве священства читаем тогда возложили руки на них накрещенных самарян и они приняли Духа Святого Диане 8.17 Когда Павел возложил на них накрещенных учеников Иоанновых руки не шел на них Дух Святой Диане 19.6 Их избранных в диаконы поставили перед апостолом и помолившись возложили на них руки Диане 6.6 Через рукоположение же поставлялись на Пресвитерское Диане 14.23 и Пископское 1.Тимофей 4.14 5.22 Служение Руковод вложение очевидно употреблялось апостолами при исцелении больных о чем считаем Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса Диане 5.12 Отец Публе лежал страдая горячкой боли в животе Павел вошел к нему помолился и возложил на него руки свои исцелил его Диане 28.8 Святой апостол велит нам воздевать при молитве руки только не говорит как Желаю 3.8 где говорится что окончил обряд умовения ног Христос сказал своим ученикам Я дал вам пример чтобы и вы делали то же что я сделал вам кресенье необходимы воды вода, произнесение известных слов и троекратное погружение. Для постановления во священство нужно руководствоваться с молитвой. Для исцеления больного и получения им прощения грехов необходимо помазание маслом, с молитвой над болящим, пресвитером церкви и т.д. Все это совершается не одной и только молитвой духом, но и при участии тела, при совершении известных священных действий или обрядов.